Все знают, я думаю, ни для кого не секрет, что ДНР и ЛНР не самостоятельные политические единицы, что все-таки за ними стоит Кремль. Поэтому можно предположить, что все-таки это активизация фазы боевых действий между Россией и Украиной. Наше СНБО заявляет о том, что там 7 тысяч российских солдат находится. Я не знаю, как они считают, конечно. Это достаточно большая цифра. Это только о солдатах, если говорим. Если говорить об агентах, о законспирированных людях, работающих из России, то эта цифра, конечно, больше. Плюс каждый день нарастает число ополченцев все-таки. Все-таки число ополченцев нарастает. Вот это очень интересно. Да, ну здесь тоже одни люди мне говорят, ну официальные органы украинские. Я читал Будика интервью на днях, 13 числа, по-моему, он говорил, что не растет число ополченцев. Мне сообщают, вот с места буквально, вот многие мои знакомые, которые остались на оккупированной территории, они говорят о том, что у них практически не осталось знакомых, которые бы не вошли в ополчение. Поскольку работы нет, денег нет, людям приходится туда идти. А если ты уже попал в ополчение, то ты уже как бы замарал себя, ты уже маркирован, и тебе уже некуда деться. То есть, если ты еще и принимал участие в боевых действиях, то им же объясняют, что на Украине вас будут там казнить, стрелять, ну то есть судить как минимум. Плюс у всех этих людей есть родственники, которые автоматически занимают их позицию, даже если они были на другой позиции. Но, как бы, скажем так, желудок определяет и мировоззрение тоже. Кушать хочется, и людям приходится добывать хлеб так, как это наиболее реально там. Зарплату ополченцев, так называемых, я, честно говоря, не люблю это слово, я считаю, что это действительно все-таки террористы, хотя они и вынужденные террористы, многие из них, но тем не менее. По моей информации, где-то 7 тысяч гривен. Это для Донбасса, которые давно не получали деньги, это колоссальная сумма. Ну, может быть, не все так получают, но вот, скажем так, мои знакомые, у которых близкие служат в этих структурах, именно такие цифры называют.